В Кирове 11 часов и 6 минут, это программа Дневной Разворот. Добрый день, вас приветствует ведущий Николай Голиков и Владимир Смиталин. Сегодня, кстати, Николай, две взаимоисключающие, на мой взгляд, даты. С одной стороны, Всемирный День Отказа от покупок. Классная какая дата, я и не знал. Почему я сегодня ни в коем магазин не пошел? Я-то думал, потому что денег нет, а оказывается, сегодня Всемирный День. А с другой стороны, сегодня Блэк Фрайдэй. Черная Пятница, да. Черная Пятница, мне накануне супруга... Кстати, забавное сочетание, да? Мне накануне супруга говорит, слушай, может, пойдем что-нибудь купим в магазин. По случаю Блэк Фрайдэй, да? Я скептически отношусь к этим вещам. А ты, видимо, держатель семейной казны, поэтому решил, нет, сегодня День Отказа, да? Ну, нет, у вас казна общая. Я скептически отношусь к этим вещам. Сначала накрутить, знаете ли, 200 процентов, а потом скинуть там 10. Ну, в общем, они все равно останутся в прибыли. Это мое сугубо личное мнение, к делу не относящиеся сейчас. Любимый мой лозунг на скидках — это мужские брюки со скидкой. Да-да-да. Я всегда очень живый от процесса представляю. Ну, про упомянутые даты я еще вспомню в программе «Культпоход», которая начнется после полудня. Будут вопросы у меня связанные, у Николая будут с музыкой вопросы связанные. Безусловно, потому что вчера был большой юбилей, 50 лет исполнилось белому альбому группы «The Beatles». Да. Да, по этому случаю вышло роскошное переиздание, я его хочу. А в «Культпоходе» сегодня мы будем говорить о юбилее Вятского камерного оркестра и будем ждать у нас в гостях Андрея Сандалова. У нас сегодня солист Вятской филармонии. Солист Вятской филармонии, да. Он сегодня представлен. Так, хорошо. В первом части тоже тема культуры. Тему нам обозначили, и мы тоже участвовали в обозначении. Кировские театры объединятся, чтобы собрать средства на подарки детям. В декабре в нашем городе пройдет благотворительный фестиваль «Вымыслы». И три замечательных девушки у нас в гостях. Сейчас Николай будет их представить. Это Евгения Тарасова, инициатор фестиваля, собственно, «Вымыслы». Евгения, добрый день. Здравствуйте. Добрый. Мария Фоменко, рейсер Читки «Женщины обедать». Да. Название классное, мне очень нравится. Прямо вот так хочется, у нас три женщины в зале, да? Женщины обедать. И Наталья Красильникова, режиссер спектакля «Золушка» от проекта «Кукольный домик». Здравствуйте. Добрый день. Кто будет держать вступительное слово, кто будет в целом напоминать... А, и все показывают на Евгению, да? На Евгению, что это такое, цели, которые туда заложены. Это ведь уже второй раз, по-моему, да? Да, это второй фестиваль. Евгения, Евгения Тарасова. Да, Евгения Тарасова. Мы проводим второй раз фестиваль «Вымыслы». «Вы, мы, слышим». А это «Слы», это «Слышим», да? «Слышим», я думаю, так вот. «Вы, мы, слышим». Название придумали мы коллегиально. У нас есть такой маленький чатик, в котором мы беседуем. То есть «Вы» придумал один человек, «Мы» придумал другой, «Слы» придумал третий, да? Общением. Один сказал «вымыслы», другой сказал «нет, вы, мы, так скажем». Фестиваль благотворительный, посвящен он сбору средств для подарков слепым и плохо видящим детям, детям-членам ВОЗ. В этом году это 22 человека. Это в основном читки. Всероссийское общество слепых, да, да, да. Как всегда нам помогает Ваша радио. Спасибо Вам большое. Мы стараемся, да. Огромное спасибо. Вообще благотворительная акция уже, наверное, 11-й год проводится. Мы так примерно посчитали, потому что мы уже сбились со счета. И мы раньше делали просто спектакль, а в итоге это вылилось. Вот второй год, мы можем собираться силами и делать подобный фестиваль. В прошлом году это была сугубо взрослая тема и были сугубо наши вятские авторы. В смысле 18 плюс? Да, было только 18 плюс. В этом году уже 3 плюс, 5 плюс и взрослая программа, 18 плюс и 16 плюс. В этом году будет две программы. Делаем мы силами трех театров и не только театров. Нам помогает еще драматическая лаборатория, Ваша радио, театр Теорема и Аматер. Мы тоже в число театров попали, обратите внимание. А в прошлом году вы были даже актерами. Вы были даже актерами в прошлом году, если помните. Да-да-да. Да-да, вот Владимир в частности. Да-да. И фестиваль будет проходить с 3 по 12 число. Ну и может быть будет еще дополнительный спектакль. Проект «Вокон прогресс» поставлен. Если, Евгения, вспоминать, какие конкретно задачи удалось решить вот в прошлом уже, да, по предыдущему опыту, что конкретно удалось сделать? Ну мы собирали деньги для подарки для слепых и плоховидящих детей, мы собрали так в прошлом году средства. И мало того... Сколько вообще подопечных у вас? Их растет. Какое количество ребят вы накрываете своим вниманием, заботой? В этом году 21 человек, вы сказали, да? 22 человека. Было 18, но с каждым годом они увеличиваются. Мне кажется, что фестиваль имеет для этого тоже значение. Что люди вступают в ВОЗ. А почему это важно? Потому что мы хотя бы знаем, кто. Хотя бы с этой точки зрения. Я уж там не говорю, что пробивать там всякие квоты, санаторий и так далее. Это, ну, не на немного, но поможет. Но еще дает возможность, что мы знаем, кому помогать. Вот это раз. А во-вторых, в прошлом году, что мне кажется очень важно, мы собрали столько средств, что нам хватило помочь еще ребятам, детям из стоп-диспансера. И мы туда отправили видеооткрытку и те подарки, которые можно этим ребятам. А у них очень ограниченный список. Диета. Связано, да, с их диетой. Связано с то, что им, допустим, не знаю, там меховые игрушки, еще что-то. И к ним нельзя, конечно, не пускать Деда Мороза снегурничку. Поэтому мы можем записать только видеообращение. А как так получилось, что именно стоп-диспансером наладилось? Это вы самим на ум пришло или как-то? Ну вот пришло самим на ум. Мы живем рядом. И так случается, что иногда ребят выводят гулять в вольтерах. И мы это видим. И как-то так получилось. Почему? Если у нас остались деньги. Мы просто, бывало так, если оставались деньги, мы их откладывали на будущий год. А тут мы подумали, нет, лучше мы понапряжемся в следующем году и еще одним детям сможем сделать какой-то подарок. Потому что, говорят, они были очень рады. И особенно они были рады даже не подаркам, а видеообращению. А что такое было? Опишите, что за видеообращение. Нам помог в том году Сергей Юферев. Известный кировский фотограф. Фотограф снял Деда Мороза. Кто поучаствовал? Деда Мороза. Снегурочка. Мы к ним обратились. Они пришли из леса. Послали привет ребятам. Как обычно. Отгулочник приходить. Да, собрали подарки, им прислали. Мы просто деньги им помогли. Не все олени могут доставлять. Вот. И отправили подарки. Угу. Акция этого года, фестиваль этого года. Чем-то будет отличаться? Какие-то новые нюансы, новый аспект появятся? Ну, я уже говорила, что будет две программы. Детская и взрослая. Вся детская будет у Захара Шашина в Чайной. А вся взрослая... Адрес. Так, надо посмотреть в интернете. У Рицкого 5. Все, уже есть у вас. Подъезд 1, офис 2. Мойчай.ру. Мой, отлично. Мы подготовленные человеки. Очень легко запомнить. Подъезд 1, офис 2. У Рицкого 5. 5 баллов. А взрослая будет программа по городу раскидана. Это будет и галерея прогресса, и конструктор практик, и тоже мой чай, и практику. Театр-теорема. Театр-теорема, да, там будет поэтическая читка от Павла Самойлова. Поэтому будут разные площадки задействованы. В этом году мы обходимся без театральных площадок, то есть без площадок театра. Но зато мы открываем новое для себя пространство и для зрителя. Мы эти пространства перечислим, конечно, когда будем говорить уже о программе. Есть какая-то задача в суммарном выражении, какую сумму нужно собрать, вы хотите собрать. Подсчитали уже. К чему стремиться? Вы же понимаете затраты. Примерно понимаем, что где-то около 3000 на ребенка. Почему такая сумма? Потому что мы, скажем, покупаем бумагу для Брайля, скажем, нужно всем. В Москве мы заказываем это достаточно дорогая, книги по Брайлю, звуковые игрушки. Кому какие можно сладкие подарки, чтобы пришло вдохновение Рождество в дом. Мы же на Рождество ездим, не совсем к Новому году, а к Рождеству. Потому что это более семейный домашний праздник. 22 на 3? 66? Это как бы минимум, который вы планируете собрать? Хотелось бы собрать, да. Конечно, было раньше меньше, но потому что детей было меньше. Мы начинали, было 10 человек детей. А эти деньги, собственно, приносят люди за билеты, да? Нет, за билеты. Напомните форму еще. Форму, у нас есть открытки, сделанные дизайнером Ирины. Эти открытки тоже уже существуют около 11 лет. Ирина работала, когда мы к ней обратились в театре на Спаской. У Ирины фамилия есть? Черных, по-моему, да? Правильно, Черных. Потому что как дизайнер Ирина, так это. Ирина, ну, как-то... Ирина Черных, да. Надо произнести, потому что... Ирина Черных. Огромная заслуга именно. Одно время нам еще помогали сами дети, они рисовали. Но вот у нас очень быстро ушли эти открытки. То есть просто человек приходит, может покупать эти открыточки, да? Да, за любую сумму. То есть это такой добровольный жест, добровольный. По большому счету это как бы кто сколько может, да. И вот на этот обумен состоится наш показ. Эти открытки будут как-то выложены, представлены, да? Да, выложены, представлены. Будут стоять волонтеры, обменивать эти открыточки. И зритель может пойти на показ. Хорошо. У нас подошло время совершенно небольшой паузы. Евгения Тарасова, Мария Фоменко и Наталья Красильникова у нас в гостях. Мы говорим о благотворительном фестивале «Вымыслы», который стартует очень скоро. 3 декабря. Да, это будет понедельник? Да. Это будет понедельник. Через неделю, соответственно, да, получается. И мы продолжим нашу беседу через полминут. Продолжаем нашу беседу. Николай Голиков, Владимир Сметанин. Евгения Тарасова, инициатор фестиваля «Вымыслы». Дальше продолжайте. Мария Фоменко, режиссер «Читки женщины обедать». И Наталья Красильникова, режиссер спектакля «Золушка» от проекта «Кукольный домик». Говорим мы о благотворительном фестивале «Вымыслы», который стартует 3 декабря в нашем городе. Перед нами программа, да, Николай сейчас лежит? Здесь часть только представлена, я имею в виду гости, которые отвечают за конкретные проекты. У нас на всякую студию не хватило, программа большая. Как пойдем? Пойдем по хронологии? Нет, пойдемте, я просто очень хочу поговорить с Марией Фоменко, потому что мне очень понравилось название, вот это «Женщины обедать». Правда, ну, вот уже тут оно. Подождите, «Женщины запятая обедать», да, знак восклицания. Это обращение. Это призыв, это призыв, это ложный, можно сказать, да. «Женщины обедать». Документальный эскиз. Я хотел бы вот именно понять, что вот когда вот, Мария, вот это приглашение, может, или предложение, вот выбор вот этой читки, выбор материала для читки за вами оставляли? Ну, да, на самом деле, все равно финальный. Поближе немножко еще к графону. Да, конечно. Финальное решение принимаю я, и мне этот текст предложили, автор текста, драматург Елена Павловская. Это документальный текст. Елена Павловская, она вообще откуда? Она из Кирова. Да. Она местная, то есть, да. Местный автор. Не удивляйтесь, мы зачастую знакомимся с ней. Местный автор. Если вы, наверное, знаете, что такое формат док-пьесы, это когда это реальные истории людей, которые записываются, как-то структурируются, и из этого выходит вот такое вот некое драматургическое произведение. Этот текст для меня тоже что-то такой новый опыт, потому что с док-пьесой я никогда не работала, и мне стало очень интересно. Попал мне вот такой вот текст, который меня трогает, потому что я женщина. Это современный, наверное, нашей проблеме социальной взаимодействия женщины с медицинскими учреждениями в момент, когда она беременна, и в момент того, когда она разрождается. То есть, я не знаю, как это правильно так вот... Более просто это можно привести. Точнее, да. Женщина в роддоме. Да, женщина, да. Женщина до и в роддоме. Которая вот-вот должна разрешиться. Да, да, да. Как раньше говорили, на сносях. Да. На сносях. Конечно, а именно соприкосновение с медицинскими учреждениями, потому что... С сотрудниками конкретно. Да, да. Понятно. Потому что у нас, конечно, в стране есть такие проблемы, когда человеческий фактор опускается, человеческое отношение опускается у медицинских работников, и они иногда бывают, проявляются с разных сторон. Не всегда с самых лучших. Ну, к сожалению, да. И в этой пьесе как раз-таки есть просто размышления непосредственных участников всех этих процентов, причем с двух сторон. А сколько там этих участников? Кто участник? Пять участников. Имена у нас, скажем, немножко инкогнито, то есть есть просто первые буквы. Г, Н, О. Г — это точно первая буква врача какого-то, да? Да. Вы сразу, да, вы сразу уже. Я бы тоже... Николай имел в виду господин. Конечно. Господин, да, господин доктор. Или гражданин. Пять участников. Пять участников этого диалога-монолога, потому что у них нет общения между друг другом, это скорее монологи, собранные воедино. Вот. Ну да, пять человек. Пять человек. Пять историй. Пять историй. С разных сторон. Я буду делать это немножко в формате не классической читки, да, когда сидят пять актрис и читают этот текст. Держишь ее немножко. Да, потому что текст на самом деле сложный. Он достаточно такой, ну, бытовой в том плане, что он очень подробный. И поэтому пришла такая идея сделать некий перформативный формат, такой эскиз. Типа эскиза уже будет. Да, да, такого эскиза, где на площадке на самом деле только одна актриса, которая существует пластически. То есть она проживает этот текст, который звучит на аудиозаписи. То есть актрисы записали, вот в данный момент, да, вот сейчас это все делаем, записали эти монологи. И это все будет сведено в одну аудиодорожку, и на сцене актриса... Она будет работать под минусовку, короче. Ну, можно сказать так, это некий экспериментальный тоже формат, такой аудио, да, аудиотеатра. И также... Эксперимент, да, здесь ключевое слово. Эксперимент. Это на самом деле так и есть. И плюс будет помогать, конечно, проекция, где будут составлены коллажи на эту тему. То есть это такой театрально-художественный такой вот какой-то визуального театра. Инсталляция. Инсталляция, да. Но это визуальный театр в полной мере. Вот. Такого вот формата будет эта история. Заинтриговали. Заинтриговали, да. Вот, пожалуй, и тему-то такую выбрали. Я вот все думал, куда же пойти открыточку купить. Похоже, я уже выбрал, да. Название. Название. Мне сразу же захотелось, не знаю, придумать нечто там о переживаниях мужчины, отца. Да. В момент, когда его супруга, собственно, готова разрешить в этот момент. Там, кстати говоря, есть. Да, безусловно. Я был на родах у жены моей предыдущей, которая, как выяснилось, пост-драматург, я вот узнал недавно. Вот. Я поздравляю, кстати, всех с этим запутином. То есть у вас совместные роды были так называемые, да? Да, причем я помню гораздо больше, чем она, поэтому я ей потом рассказывал, как что было. И вообще, по-моему, штамп, когда женщина отправляет свою супругу в роддом и сам отправляется к друзьям, там, нет, на самом деле, мужчина переживает. Я, кстати, всем мужчинам советую этот опыт пережить, потому что это крайне полезная штука. Я немножко хотела добавить. Евгения Тарасова. Я просто видела текст. Тут дело в том, что именно когда мужчина остается дома, а женщина идет в эти госучреждения, это столкновение вот этого конфликта. Поэтому мужчины, наверное, не присутствуют в тексте, не потому что они не переживают или так далее, а потому что они с этим не сталкиваются внутри. Есть упоминания о их роли, потому что моменты, допустим, тяжелые какие-то для женщины, когда она звонит мужу, то есть это есть в тексте. То есть нет такого, что мы просто о какой-то женской проблеме говорим. Безусловно, это семейная такая история в любом случае, где все задействованы. Просто в данном случае говорит женщина, которая просто вот этот момент пережила на себе. — Ой, я что-то тоже распереживался. Вы хоть облегчите мои страдания. Закончится-то, все хорошо там. — В любом случае, конечно. — С ребенком все хорошо, с мамой все хорошо. — Все отлично, да. Об этом как раз-таки упоминается безусловно, что все вот эти, может быть, какие-то выражения по этим кругам, они все равно в финале увенчаются каким-то таким вот прекрасным успехом, назовем это так, ребенком безусловно. — И там 20 лет спустя. — Это на следующий год. — Повтор. — На следующий год 20 лет спустя женщины обедать. — Мария, я думаю, мы незаслуженно умалчиваем имена людей, которые будут участвовать непосредственно. Давайте их назовем. Кто это? — Кто, во-первых, живьем на сцене, так кто будет? — В данный момент, и я надеюсь, что у нас все сложится, это будет Аглая Соловьева. Я очень надеюсь, что у нас все сложится. — У нее в спектакле есть звезда. — Да, вот я только хотела так уйти. — Вот. Актриса, которая читает текст, это вот как раз-таки Евгения Тарасова. Это Татьяна Сидорова, правильно я говорю? — Наташа Сидорова. — Наташа Сидорова. Я просто человек не из Кирова, поэтому я вот всех узнаю как бы в процессе знакомлю. — Работа. — Да, в процессе работы. — Актриса тоже? — Да, актриса Тюза. Вот. Также Маргарита Тимофеева, это наша молодая актриса, которая вот приехала к нам в Театр кукол из Петербурга. И также будет читать Аглая Соловьева, один из манологов. — А вот мужские это голоса? — Нет, а там нет мужских. Там есть про мужчин, то есть в монологах, когда женщина напоминает, но это только женские голоса. — Так. Перечислили. Хорошо. Да, не назвали дату, это будет уже второй проект. — Да, это будет. — 6 декабря. Вот я могу почитать. — 2 мероприятие. — 6 декабря. Конструктор-практик. Дериндяево, 33Б. Начало в 19.00. Возрастное ограничение. — 18+. — 18+. Ну, это можно было понять. — Дериндяево, 33Б. Это, соответственно, театральная площадь. Недалеко от того места, где мы находимся. Да, кстати, где прямо сейчас вот для заинтересовавшихся слушателей информация, где можно прямо программу сейчас? Где она выложена? — Она выложена в интернете, ВКонтакте. Вот сегодня прямо перед вашим эфиром. — Что там набирали? Фестиваль «Вымыслы» или что набирали? — Ну да. «Вымыслы» просто. — Просто «Вымыслы» через точки. «Вымыслы». — «Вы.мы.слы». — Ну что, видимо, пора дать высказаться Наталье Красильниковой, режиссер спектакля «Золушка» от проекта театра «Кукольный домик». Этот спектакль 8 декабря, 18 часов. Где Наталья будет? — В чайной. — Вся детская программа в чайной. — Уридского 5, подъезд 1, офис 2. — Да. Пожалуйста. А сколько возрастное ограничение? — А у нас возрастное ограничение 3+. — 3+. — Потому что это, даже не знаю сейчас, как переключиться на наш спектакль. Это спектакль «Золушка». Спектакль по самой любимой, наверное, сказке. — По одной из самых известных. — Почему мам только? — Всех девчонок, по-моему. — Всех девчонок и всех детей. И когда на этот спектакль приходят зрители, и я всё время думаю, что мамы с не менее восторгом смотрят на эту сказку, всегда, чем их дочки и дети. И я хочу сказать, что вообще вот такой проект, как «Кукольный домик», который впервые сотрудничает с этим фестивалем, такие проекты сейчас появляются. И в Кирове много таких проектов. — Расскажите поподробнее. — Это вот такая попытка создать спектакль, который можно играть в камерном пространстве. Потому что не все маленькие дети готовы прийти в театр и смотреть спектакль на большой сцене. — Да, они всякой пиодинеров боятся. — Ну, в силу разных причин. Там выключает свет, там зал на 400, на 200, на 700 мест. Там, естественно, громкая музыка. — Маленькому человеку очень много моментов, которые его не устраивают. Неуютно. — С точки зрения детской психологии. И поэтому мы давно уже с моим супругом и артистом Данилом Русиным создали такой проект, который для таких вот ребят. И мы играем-то в камерных пространствах, на расстоянии, как говорится, вытянутой руки. Это всегда никаких там спецэффектов. Это, в общем, достаточно такая семейная, можно сказать, домашняя история, которая достаточно близкая, ну, как бы, ребёнка этого возраста. Вот. И у нас как-то накопилось много спектаклей. Они все... Это театр кукол, как ни странно, кукольный домик. Потому что вот так получилось. Есть такой факт на ее биографии, что я закончила факультет театра кукол. И куклы я очень люблю. И все спектакли мы создаём с куклами. И «Золушка» — это один из наших спектаклей, который мы придумали, который мы играем, и который мы будем очень рады, что он участвует в фестивале. Ну, в чём интересно? Это, в общем... Ну, это наша версия. В каждом театре есть «Золушка». Ну, и вот в нашем театре, в нашем проекте есть «Золушка». Это наша версия, это известные сказки. Там, естественно, когда ты берёшь такой материал, ты учитываешь опыт, что есть знаменитая пьеса Шварца, есть знаменитый мультфильм, который видел каждый ребёнок. И там как бы все эти отсылки к этим источникам, конечно, есть. Но вот это наша такая переработка. И наша версия — достаточно классическая история. Интерес такой для нас был лично, что есть такой тип кукол, марионетки называется, который не самый простой. И особенно в таких камерных, таких домашних проектах. Это вот, извините, на ниточках. На ниточках, да. И поэтому мы вот захотели, вот чтобы в нашем проекте был спектакль с марионетками, и поэтому возникла «Золушка». Потому что марионетки, они такие волшебные, они... Ну, как бы куклы сами... Куклы-то откуда? Можно вопрос такой? Куклы делаются. Ну, во-первых, Данил сам может делать куклы, во-вторых, нам помогают художники. И вопрос такой, вот вы говорите, что, конечно, есть и пьесы, знаменитые фильмы, и мультфильм. Куклы как-то вот в этот контекст вписаны, или это совершенно-таки свои куклы? Это свои куклы, конечно. Не повторяют мультяшных «Золушек», да? Ну, задача такой не стояла, не повторяют. Просто когда мы рассказываем эту историю, мы знаем, что вот все знают мультфильмы. Например, мы дали нашей кукле попробовать... Там сидит маленькая марионетка, и вот мы ей... Она озвучивает вот этот шварцевский монолог «Золушки». Вот мы решили попробовать, и как марионетка расскажет. Вот знаете, о чём я думаю? Я думаю, вот о чём. И это, в общем, вполне себе так марионетке пошло, так скажем. Вот спектакль, это я режиссёр этого спектакля, и играют его драматические актёры, которые с удовольствием пробуют свои силы в Театре кукол. Сколько их актёров? Их два всегда. Два, один, два. Это специальный такой выбор наш, что это немного актёров. И, кстати говоря, после спектакля обязательно вот эти все малыши, они могут потрогать очень аккуратно куклы, могут потрогать декорацию. А вот насчёт очень аккуратно. Ну, как бы марионетки такие. Нет, просто я как-то не уверен, что ребёнок понимает, что, значит, очень аккуратно. Всё ребёнок понимает, но напрасно так думаем про детей. Они прекрасно понимают, то есть они сидят рядышком, они это всё видят, и если как бы правильно с ними взаимодействовать, то ручки не оторвут. Нет, не отрывают, они очень трепетно смотрят, здороваются. Не, ну, мальчишки, это же интересно, как устроено, почему оно шевелится-то, да? Ну, вот не было такого факта. Мы всегда показываем, мы всегда разрешаем трогать после спектакля. То есть, ну, такой вот, ну, это важно для нас. И важно то, что у нас вот может прийти двухлетний ребёнок, там, трёхлетний ребёнок, и он не напугается. И, в общем, вполне это немножко такой семейной интонации. Мы эту сказку ему расскажем и покажем. Вот, ну, вот как-то так, если... Попасть, ну, понятно, да, то есть дата известна, место известно, время известно, а предварительная какая-то запись, регистрация, потому что... Уже не очень большое помещение, да. Если придёт больше, чем будет комфортно в таком камерном пространстве. Мы по каждому спектаклю делаем встречу. Встречу можно записаться, то есть поставить... Ну, ВКонтакте. Как ВКонтакте, как обычная встреча. А, мы имеем в виду в соцсети. Да, и вы можете поставить там плюс один, плюс два, как обычно мы это делаем. У нас тоже будет спектакль «Камерный совёнок», «Путешествие совёнка». Он вообще будет с закрытыми глазами, то есть мы будем завязывать ребятам глаза, там пять плюсов стоит ограничение. И вот на него, конечно, тоже надо будет человек 30, больше нельзя. Больше нельзя, да. Больше нельзя никак. Ну, что рассказывать интересно, хочется, я думаю, что люди слышат, и тоже захочется посмотреть, потому что это всегда здорово. Подошло время рекламной паузы. Мы говорим о благотворительном фестивале «Вымыслы». Освятили два мероприятия. Продолжим наш разговор через полторы минуты. Ну что, продолжаем наш разговор о грядущем благотворительном фестивале «Вымыслы». Вот мы тут поговорили о тех спектаклях, которые представят наши гости. Ну, о двух пока. Да, о двух. Так у нас и гостей-то не очень много, понимаешь? Мы не смогли всех, к сожалению, вместить. Рассказывала Мария Фоменко о спектакле, о читке или эскизе, как правильно сказать, под названием «Женщина обедать», который меня так очень сильно впечатлил, Наталья Красильникова, которая рассказала о спектакле «Золушка» от проекта «Кукольный домик». Ну, и Евгения Тарасова, она рассказала вообще о том фестивале, инициатором, который она является. И вот мы тут еще говорили немножко о ярмарке, да, Наташа? Да, в театре «Наспаска» проходит ярмарка, которая вот… Она уже идет. Да, идет, она идет, и она будет идти до 30 ноября. Во время вечерних спектаклей мы продаем сувениры, какие-то поделки, которые сделаны руками актеров и работников театра. Это мейт. Да, исключительно, да. А можно еще уточнить, там вот, когда я покупаю это изделие, я знаю, кто из актеров и работников его сделал? Да, конечно. Мастер указан, да? Мастер указан. Это круто вообще. Вы, то есть, в любом случае, можете уточнить, если вдруг там что-то непонятно написано. Да, похвастайтесь, кто что может, кто что изготовил. Но у меня нет перечня перед самым. Ну, вот у нас есть… Ну, что вам лично запомнилось, удивило, да. У нас есть замечательные наши сумки с нашим Эквусом. Вот, я очень их люблю, поэтому я… Это, которого еще Данилов нарисовал вот этого чудного-то, да? Да, вот этот чудный Эквус, это моя, как бы, моя самая любимая покупка. Ну, и есть такие удивительные сумки, которые мы шьем из наших баннеров прямо. Ну, то есть, вот мы… Вот такая вот у нас… Безотходные производства. Безотходные производства. Я ощущаю, что когда 30-го ноября я буду там, около этого стола непосредственно, я буду отвечать на все вопросы, кто что сделал, и приходите. Грибанову надо сделать какой-нибудь мудрого гриба, как он, гриба сидит. Мудрого гриба, да. Мудрого гриба сидит с усами, так вот в очках разговаривает. Хорошо, давайте все-таки полностью сейчас, да, еще… То есть, это вот на каждом вечернем спектакле, который до 30-го числа… 30-го числа, включаю 30-е число, работает в антракте, перед спектаклем. Средства, как бы, о продаже, они тоже идут вот на эту цель. Давайте пробежимся, Евгений, да, по всем постановкам, которые будут в рамках фестиваля «Вымыслы». 3-го декабря все начнется в 6 часов вечера. Продолжаем. Раскольников почти герой, потому что я буду подсказывать. Хорошо, спасибо. У нас-то есть программа в руках? У меня тоже есть. А, ну, нагадите, да. Раскольников почти герой — это работа Павла Самойлова. Ее можно будет посмотреть. Павел Самойлов — это… Актер драматической лаборатории, сейчас он актер, работающий с Виталиком. Забыла фамилию. У меня с фамилиями проблемы, простите. У них свой театр. Просто Виталик. Свой театр. Всем известный Виталик. Вот они… Здесь указан театр-студия «Аматер». «Аматер», да, театр-студия «Аматер». Будут показываться они по адресу Лепси 9, театр-теорема, такое подваленное помещение. Знакомое здание. Знакомое здание, да. Когда-то там был клуб «Сталкер». Да-да-да. Там был киноклуб. Киноклуб. И рядом клуб «Сталкер». Они соседствовали. А напротив дворец детского творчества Октябрьского района. И это не премьера. Это будет второй уже показ, насколько я знаю, у них. Помещение найти трудно, но я думаю, будут стоять волонтеры с указанием. Там не трудно. Это последний дом, который в желтой полиции идет. Довольно несловательно. Ну, как показал опыт, нужны проводники. Прошлого года нужны проводники. Ну, раз это взрослая программа, это 18+. Да, это 18+, 100%. Там просто человек будет читать. Да, человек будет читать поэму. 6 декабря состоится «Женщины обедать», о которых мы сейчас только что говорили. Автор Елена Павловская, режиссер Мария Фоменко. Место проведения конструктор-практик. Дериндзяева, 33Б. Тоже 18 декабря. Влюбленная в революцию Юлия Инушайта. Это пьеса Юлии Инушайта. Подготовлена актерами театра драмы. Делает Татьяна Котвицкая, режиссер. Пьеса интересная. Ну, можно в двух словах. Что за революция? Как я понимаю, что это метафора. Она какая-то такая абстрактная революция. Потому что с трудом себе представить Юлию Инушайта, влюбленную в революцию, я не могу. Вот честно. Мне кажется, я, Юлию, могу представить любых и поставить их. Я поддержу Елену. Простите, Евгению. Я еще мало знаю. Юлию можно, пожалуй, представить. В этом году участвует организация ярмарки и своей пьесы. Для нас это будет сюрприз. Потому что пьесу я сама просмотрела. Поэтому подробно я не буду сейчас рассказывать. Это будет сюрприз. Она будет проходить в галерее прогресса. У Татьяны тоже дебют в нашем фестивале и в нашем проекте. Поэтому очень любопытно. Это тоже 18+. 9 декабря представлен будет проект Захара Шашина. Это «История из чайной комнаты». Это его авторский проект. Это детский уже вариант такой, да? Это взрослые сказки для 16+. Как раз вот тут. То есть это страшилки какие-то? Ну, это Саша... Захар, он философ. И у него сказки с этим связаны. А вот у них там, черте что, наверное, творится в голове-то порой философов. Вот придем и узнаем. Сплывают какие-то. В общем, тем интересом. Добрый запугой еще. Потому что он делал это в ботаническом саду. По-моему, это было достаточно мирно. Ночью? Нет, не ночью. Ночью ботанической саду. 12 декабря будет представлена моя работа. Ну все, давайте поподробнее. Ну все, я пошел. Ну все, давайте поподробнее. Ну все, я пошел. Я вообще не понимаю, что происходит в студии. Это как раз история мужская. Это же связано с врачами. А читать будет Евгения? Нет, читать будет не Евгения. Читать будет, скорее всего, Сергей Березин. Я надеюсь, что все состоится. Представьте нам Сергей Березин. Сергей Березин — это авиатский историк. Он работал в музее военной истории. Он работал в Театре на Спаске. Он участвовал в драматической лаборатории. Его пьеса «Моя война» была участником «Золотой маски плюс». Да-да-да, все вспомнили его. Я надеюсь, что... Это мой однокурсник, так скажем, по первому образованию. Я надеюсь, что он поможет нам в моей авторской работе. О чем работа? О работе долги. Когда ты его не хочешь выполнять, но должен. А как он долгий? Ну, мы берем здесь... Моральном, денежном, вещевом. Скорее всего, моральном долге. И тут речь идет тоже о истории врача. Но я считаю, что это такая образная история, что, может быть, это и не врач. Но вот мы берем, скажем, это врач. Привязываем конкретной профессии. Конкретную историю, да. Конечно, это имеет определенную с собой жизненную ситуацию, которая действительно была. Но, естественно, она метафорична. И много чего выдумано автором. Там грань жизни и смерти присутствует тоже, нет? Ну, скорее, выбора. Владимир, обратите внимание, все хочется. Либо, чтобы совсем страшно было, либо совсем... Масштабами, масштабами. Нет, да. Но для того, чтобы всколыхнуть-то, собственно, нутро. Ну, всколыхнуть, да. Но человек... Я считаю, что герой этого текста — это проводник. Вот такой проводник. Он не хочет им быть, а вот жизнь заставила. И кроме него некому. Вот так вот, скажем. Вот сталкер некому, так скажем. Сталкер, да. А что... Не в смысле проводник железнодорожного воду, а в смысле, да. Женя, а что у вас конкретно, как автора, натолкнуло на создание именно этой вещи? Как всегда, сама жизнь. Сама жизнь? Чего у меня было, я то и пишу. Что вижу, то и пою. Что вижу, то и пою. То и пою. Это будет в практикумен на Карла Маркса 81, бывший кинотеатр «Октябрь». Соответственно, 12 декабря, в День Конституции, между прочим, в 18.30. И тоже ограничение 18+. Можно сказать еще по детской программе? Да, конечно, конечно, вот я перелистываю, да. Две минуты послушали. Хорошо, вот 5 декабря у нас будет читка, можно сказать, читка эскиз, сказки, которые читают народные, народные, все. Будет народные, значит. Будет, будет. Заслуженная артистка России Надежда Андреевна Мазик. Я думаю, многие ее знают и любят. С нее начинается, мне кажется, у каждого театра вообще в жизни. Она расскажет нам свою любимую историю о гусях-лебедях, тоже в пространстве «Мой чай». 8 декабря, как мы уже говорили, «Золушка», 10 декабря путешествие Савенков, тоже. Театр «Четыре угла». «Четыре угла» — это вот наш семейный театр, в котором участвуют актеры театра «Кукол», актеры драматической лаборатории, актеры драм-театра. Куда же Савенок путешествует? — Конечно. Он просто заблудился ночью и знакомится с пространством, знакомится с новыми зверями, знакомится, кто как спит. И все это происходит с закрытыми глазами. — А вот как раз и спектакль для детей. — Да, с закрытыми глазами, на ощущения тактильные. Сделан он как раз для ребят, плохо видящих и слабо видящих. — А вы будете специально их приглашать? — У нас уже был опыт, им очень понравилось, и мы решили попробовать. А почему бы не посмотреть, ну, скажем так, почувствовать, тут правильнее будет сказать, этот спектакль просто ребятам. И вот решили попробовать его на нашем фестивале показать. — Вся детская программа, все эти три спектакля будут представлены публике на Урицкого, 5, подъезд 1. — Домофон 2, квартира 2, помещение 2. — Мой, чай, ру, соответственно, это все, да? — Будем встречать. — И заранее, как мы уже говорили, желательно отметиться во встречах в социальных сетях. — Записаться в социальных сетях, ищите, пожалуйста, информацию о благотворительном фестивале «Вымыслы». Еще раз напоминаем, что на всех этих спектаклях можно будет приобрести открытки, созданные, еще раз давайте напомним. — Ириной Черных. — Ириной Черных, открытка. У открыток нет конкретного ценника, и любая сумма, собственно, пожертвованная на приобретение этой открытки, она пойдет на благо тем детям. — Идет на подарки детям, которые либо лишены, либо слабо видят, которые не могут, как большинство и знают, большинство здоровых людей, так ясно видеть окружающий мир. Вот такая идея. Очень понятная. — И очень классная, по-моему. — И очень и очень нужная. — Очень классная, да. — Спасибо большое. Спасибо Евгения Тарасова, инициатор фестиваля «Вымыслы», Мария Фоменко, режиссер «Читки женщины», «Обедать» со знаком восклицания, и Наталья Красильникова, режиссер спектакля «Золушка» от проекта театра «Кукольный домик». На этом мы завершаем программу «Дневной разворот». Спасибо, удачи. — Спасибо, спасибо. — Встретимся. — Встреча нашим не за горами. До свидания. — До свидания.